Добрый день, лоббородки! Здравствуйте! Да, доставку бы хотели бы? Хорошо, шер-салат из говядины для вас мы готовим. Что еще желаете? Купку с корольчатиной. Хорошо. Заказ начинаем готовить. В течение минут 30-40 заказ будет готов. Сразу вам курьер отправляем. Пир во время пандемии. В ситуации, когда жители оказались лицом к лицу с вирусом, доставка еды – единственный вариант выжить заведением общепитом. Хотя эта индустрия активно развивалась и до пандемии, карантин и самоизоляция подстегнули спрос. Именно доставка готовых блюд для многих оказалась единственной возможностью перекусить фастфудом или побаловать себя ресторанной едой. Когда началась ситуация с пандемией, да, все питались дома, но все равно хочется чего-то такого вкусненького, пиццу поесть, роллы. Но заведение не работает. Приходилось заказывать доставку. Уже перепробовал много служб доставки. Я на работе кушаю, на ужин себе домой тоже забираю. Так что это очень удобно и вкусно. По данным сервисов доставки готовой еды, оставшиеся дома жители России в первую выходную неделю сделали на 23% больше заказов, чем за предыдущую неделю. А продление нерабочих дней до 30 апреля снова привело к росту спроса на доставку продуктов на 10-18%. К новым сервисам в марте подключились 2500 новых ресторанов. По данным компании, с конца марта в 4 раза вырос приток новых пользователей. Коронавирус способствовал стремительному развитию рынка доставки готовой еды. И теперь этой нишей интересуются те, кто раньше и не задумывался об этой услуге. Приняли решение не закрывать заведение. Поскольку нам разрешили работать на доставку, мы решили, что оставим персонал в полном составе, никого не уволили. И стали работать на доставку. Вначале были, конечно, объемы очень небольшие, но мы оперативно запустили сайт. Через неделю буквально доставка заработала в хорошем объеме. Не в таком, конечно, как при полной посадке в зале, но процентов 30-40 от общего объема поначалу было. Этому кафе повезло. Руководство заведения не закупает продукты в больших объемах, предпочитает приобретать свежие товары у местных производителей. Поэтому им не пришлось утилизировать продукты. И хотя бы здесь они не понесли убытки. Тем не менее, функционал некоторых сотрудников поменялся. Например, Анастасия Кузнецова работает официантом уже три года. Но на время пандемии круг ее обязанностей изменился. Обязанностей стало немного меньше. То есть мы переквалифицировались и стали собирать заказы с собой. То есть мы не остались без работы. Также выходили на работу, принимали звонки, собирали заказы, отвозили. И, конечно, работали в масках и перчатках. У нас такая сфера, где и так санитарные требования довольно высокие. Поэтому нам не было сложно работать в перчатках. Естественно, сразу мы поставили санитайзеру входа. Предлагаем обрабатывать руки антисептиком. Доставка еды спасала от банкротства многие заведения республики. Практически все нацелились на бизнес-ланчи. Некоторые рестораны и кафе запустили акции. Например, здесь предлагали клиентам полуфабрикаты для пикника, бургеры в разобранном виде. В меню заведения появились и блюда чувашской кухни в новой интерпретации. Куплу с кроликом, шартан с тархуном. В связи со столетиями чувашской автономии появились новые позиции чувашской кухни. С новыми ингредиентами. Куран-кухли, чуримеч, кагай-щурпи. В основном заказывали супы, салаты, пасты. И довольно много горячих блюд. Было очень много десертов. Кондитера даже не успевали делать. Мы им помогали. Все справлялись. Специалисты считают, сервисы доставки продуктов в России останутся востребованными и после пандемии. Даже когда в полном объеме заработают кафе и рестораны. Конечно, доставка еды – это удобно. Но все же ничего не заменит живого общения, посиделок с друзьями в кафе, романтичных встреч в ресторанах. Совсем недавно наша республика, как и вся страна, вышла на первый уровень снятия ограничений из-за пандемии. При многих точках общепита открылись летние веранды. Конечно, с соблюдением всех санитарных норм. Следят за выполнением требований специалисты Роспотребнадзора. Если имеются факты причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также при наличии угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вне плана и проверки проводятся по согласованию с прокуратурой. Также у нас разрешены предприятия общественного питания, которые организуют питание для работников организации предприятий, чья деятельность не приостановлена. Пять столов, полтора метра между ними, санитарная обработка поверхности после каждого гостя и обязательно предварительная запись посетителей. Только при таких условиях можно открыть летнее кафе. Заработали летние веранды. Это огромный плюс, хоть какой-то глоток воздуха, но это там, где возможность веранду открыть есть. Вот у нас три заведения, при этом веранду мы физически смогли открыть только в двух. Да, мы получили какой-то приток гостей. Довольны все, конечно, мы нашли, хоть не нашли, а возобновили работу, потому что мы очень соскучились по ней, соскучились по нашим гостям. Возможность посидеть и пообедать на свежем воздухе, что может быть лучше в летнее время. Скучали, однозначно скучали. И куча моих знакомых, которые очень долго ждали именно того, когда наконец откроются, ну, к сожалению, пока только веранды, но в перспективе мы понимаем, что и в зал начнут пускать. Это, ну, однозначно долгожданное событие. Наконец-то открылось. Конечно, рады. Есть куда сходить, есть где посидеть, есть уже где с кем встретиться, с друзьями. Природа, конечно, всегда хорошо, тем более летом, но привычки, они как были, так и есть, встречаться с друзьями именно в заведениях, в кафе. Подцепить злосчастный вирус здесь посетители кафе не боятся. Я отношусь положительно, потому что веранда на свежем воздухе – это довольно безопасное место, там нет столпотворения, и мы просто так на свежем воздухе же ходим, почему и на веранде нельзя посидеть. Конечно, карантин – это вещь серьезная, и вирус – вещь серьезная. Ну, стараемся соблюдать все правила маски, перчатки. У ребят антисептики сидят, я вот смотрю, после каждого посетителя они столы протирают, сами в масках работают, в перчатках. Поэтому, ну, видно, что все меры приняты, да. С открытием веранд жизнь в столице республики оживилась. Наконец-то в город пришло лето. А вместе с ним и ощущение комфорта и уюта. Во многом благодаря работникам кафе и ресторанов, которые сделали все возможное. Теперь владельцы заведений с нетерпением ждут возможность открыть основные помещения, хотя бы с ограниченным количеством столов. А чтобы заведения заработали в полную силу, ситуация с вирусом должна наладиться, и наступит третья фаза снятия ограничений. Редактор субтитров А.Семкин